Друзья мои, всем привет! Очень рада видеть вас сегодня на своём канале. С вами Ольга Придухина. Сегодняшнее видео я хочу посвятить вот какой теме. Как бы вам эта тема не показалась весёлой, юморной, смешной, но действительно тема и проблема, которая беспокоит очень и очень многих женщин. И сегодня мы с вами поговорим о проблеме влажных мокрых трусиков. Почему же это может быть? Действительно, многие женщины стесняются поднять этот вопрос у своего гинеколога, что я буду говорить, что у меня постоянно мокрые трусы, и так не скажешь. Но почему же всё-таки такое может встречаться? Поэтому давайте сегодня мы так очень глобально разберём тему, с чем же это может быть связано. И если у вас есть вопросы, обязательно пишите их в комментариях, потому что как раз похожий вопрос несколько подписчиц задавало в комментариях. Поэтому сегодня я решила с вами его разобрать вот в формате такого целого видео. Друзья мои, если вы ещё не подписаны на мой канал, я вас приглашаю подписываться. Обязательно делите ваше мнение и задавайте интересующие вас вопросы. Ну что, я предлагаю начать, потому что тема действительно очень важная. И главное, что она важна ещё очень в психологическом плане женщины. Потому что женщина действительно очень страдает, очень переживает, очень волнуется, когда у неё возникает данная проблема. Соответственно, данная проблема может быть и в достаточно молодом возрасте, и в зрелом. И по всем сегодня категориям возрастов мы пройдёмся и, главное, разберёмся, почему же это возникает. Поэтому обязательно смотрите это видео. Смотрите, ну давайте начнём с более молодого возраста. Почему может быть такая вот влажность? Ну, во-первых, на первом месте я ставлю гигиену. Я вам постоянно про это говорю, что неправильные трусы многие из вас выбирают. Многие, соответственно, пользуются ещё ежедневными прокладками. И, соответственно, у вас меняется микрофлора. Особенно, если у вас сменился половой партнёр. Или у вас более, чем один половой партнёр. В этот момент вырабатывается огромное количество гормонов. И происходит самоочищение влагалища. Поэтому выделений гораздо больше. Плюс, конечно же, нужно помнить про инфекции, передающиеся половым путём. Да, мы ещё отдельно про них вспомним. Но, если у вас долгое время, допустим, не было половых контактов, и тут у вас появился партнёр, и у вас на постоянной основе стали регулярные половые контакты, то в первые дни, может быть, там, неделю вот эта влажность присутствовать. Ещё расскажу, особенно, если вы не соблюдаете правильную гигиену. А правильная гигиена – это трусы из более натуральных материалов. Я вам про это постоянно говорю. Это отказ от разных гелей для интимной гигиены ежедневных. Я действительно знала нескольких пациенток, которые ежедневно, ещё и не один раз в день подмывались разными гелями. И они тем самым просто разрушили свою влагалищную микрофлору. То есть, они её высушили, и уже восстановить это всё будет гораздо сложнее. Следующий момент очень важный – это, как я уже сказала, один и более одного половых партнёров. Влагалище очень очищается, вырабатываются гормоны, и вот эта влажность может быть. Влажность, в принципе, в этом случае будет нормальной, если выделения будут без цвета, без запаха и такой консистенции, как обычной. То есть, крема такоеобразная, незначительное выделение. Если же вы видите, что выделение поменяли цвет, выделение поменяли запах, выделение очень обильное или какой-то непонятной консистенции, то это уже повод обращаться к гинекологу и разбираться. То есть, скорее всего, это бактериальный вагиноз, воспаление влагалища. И поэтому возникают вот такие очень обильные, очень неприятные выделения. То есть, обычно они сопровождаются неприятным запахом. То есть, они обильные. Какого-то ещё бывает непонятного цвета. То есть, они могут быть там сероватые, ну, зеленоватые вряд ли, это уже более для других инфекций подходит. Но в основном такие серовато-желтовато-зеленоватые. Будем вот так вот говорить. То есть, это прям такая вот целая проблема. Если мы говорим про более зрелый возраст, то, соответственно, эти выделения могут свидетельствовать, вообще мокрые трусы, а не проблема ли в подтекании мочи. Особенно, если вы чувствуете, что вот эта вот сырость в трусиках увеличивается при кашле, увеличивается при смехе. Просто вот вы вроде идёте, да, и вот как будто что-то подтекает. Это свидетельствует о том, что мышцы интимные, да, мышцы таза в одна ослабли, и у вас происходит вот это вот подтекание мочи. То есть, безусловно, это тоже определённая проблема, потому что эти выделения и в любом случае моча, она будет в определённый момент давать неприятный запах. И, конечно же, многие женщины говорят, что мне теперь в памперсе, что ли, ходить, да? И там в прокладках это всё, соответственно, приедет и даёт вот такой неприятный запах. Поэтому, друзья мои, если вы заметили у себя такую проблему, то, во-первых, обязательно нужно обратиться к гинекологу, потому что сейчас это всё лечится. Существуют виды коррекции, подтекания мочи. Также существует интимная гимнастика. Да, те самые упражнения Кегеля, про которые мы с вами очень часто и очень много говорим, что в любом случае женщине, особенно у которой были роды, нужно профилактировать гимнастику Кегеля. То есть, эта гимнастика вам в дальнейшем, во-первых, убережёт вас от подтекания мочи, во-вторых, улучшит вашу сексуальную жизнь. Действительно, это очень важно, почему я на это всегда прошу обратить ваше пристальное внимание. Всё-таки не надо рисковать. Если вы у себя заметили, тем более вот эти выделения действительно похожи на мочу, действительно неприятный запах, обращайтесь к гинекологу, пусть он, соответственно, выберет с вами план вашей дальнейшей работы, проведёт коррекцию. Поэтому, друзья мои, про это, пожалуйста, всегда помните. И действительно, не нужно эту проблему затягивать. Чем быстрее вы на неё повлияете, тем, соответственно, быстрее вы получите очень хороший результат. Друзья мои, если у вас остались вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Если это видео было для вас полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И очень скоро мы с вами встретимся в следующих видео. Всем пока-пока и до новых встреч!